Приветствую вас! Первое, с чего мне бы хотелось начать, это с того, для чего вы знакомитесь с людьми. То есть, вы говорите, что они общительные эти люди, вам не о чем с ними разговаривать, вы не знаете, что сказать и молчите. Но, для чего вы знакомитесь тогда с этими людьми? Знаете, на самом деле, далеко не каждый человек может общаться со всеми людьми. То есть, с каждым человеком, с каждым незнакомым ему человеком, да, общаться может далеко не каждый. И это, на самом деле, ну, нормально. Потому что, если бы, если бы любой мог общаться с каждым человеком, да, то, ну, в общем, всё было бы совсем по-другому. И, в абсолюте, общение подобного рода, оно сводилось бы к полному обезличиванию людей, да, и, по сути, все говорили бы только об одном и том же. Вот, чем больше у людей различий, тем им сложнее найти друг другу общий язык. Такова плата за индивидуальность. Вот. Но, есть два ключевых момента. Первый. Если вы знакомитесь, то вы знакомитесь с какой-то целью и, возможно, вас что-то объединяет. То есть, вас и вот человека, с которым вы знакомитесь, что-то объединяет. То есть, есть что-то общее. Соответственно, это общее может стать тем самым камнем предстояния, да, с которого начнётся ваше общение. Вот. Возможно, и другая история. Когда вы знакомитесь, ну, в общем, потому что вам человек понравился. То есть, он вам интересен. И если человек вам интересен, то вам, естественно, нужно завоевать его внимание. Вам, естественно, нужно произвести на него впечатление, чтобы человек с вами общался, если он вам интересен, если он вам нужен. И первое здесь, на что нужно обратить внимание, это то, для чего он вам, и второе, с помощью чего вы будете производить на него впечатление. То есть, грубо говоря, речь идёт о формировании того общего фундамента, на основании которого вы будете общаться с людьми. Для начала вам нужно будет выбрать сферу, ну, которая вам интересна, в которой у вас есть живой интерес. И либо задавать вопросы по ней другим людям, либо самому что-то говорить. Дальше, вы пишите, мне очень некомфортно, я не знаю, что сказать. Дискомфорт, дискомфорт, это определённое негативное состояние, негативные мысли о себе. То есть, вы думаете о себе, о себе как-то негативно, вы думаете о себе как-то плохо. И вот здесь, конечно, нужно в обязательном порядке определить, как именно раскрывается, значит, ваш дискомфорт. От чего он? Вы говорите, когда я только знакомлю с людьми. Возникает противоречие. С людьми вы знакомитесь, но с вами, точнее, но вам с ними дискомфортно. Так как же так? То есть, вы с людьми знакомитесь, но вам с ними дискомфортно. Так, может быть, тогда вы не будете знакомиться с ними, если вам с ними дискомфортно. Или, может быть, вы будете знакомиться с теми, с кем вам комфортно. Но тогда нужно определить критерии, по каким вы решаете, по которым вы решаете, комфортно вам или нет с человеком. Понимаете? А так, получается, ну, довольно странно. Вот. Вы говорите, значит, когда только я знакомлю с людьми, то они общительные, а мне некомфортно, и я не знаю, что сказать. Вот. И молчу. Знаете, опять же, если вы просто будете задавать вопросы, то это не так плохо. Выберите для себя удобную вам модель взаимодействия. Далее вы пишите, что делать. Так. И я задаю вам встречный вопрос. Что делать, чтобы что? То есть, если вы хотите что-то сделать, то нужно обязательно, обязательно ответить себе на вопрос. Что делать, чтобы что? Чего я хочу. Если я хочу общаться, то что я для этого готов сделать. Вот. Если я хочу там, например, знакомиться, ну, с людьми, которые мне интересны, например, вот, то это тот момент, что я готов для этого сделать. Вот, 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 все, вот эти все аспекты, их нужно, нужно обязательно, значит, ну, их нужно обязательно определить вам. И тогда вы сможете скорректировать для себя ту модель, значит, работы, то направление работы, которое вам интересно, ну, которое вам будет интересно, которое вам подойдет. Вот. Вот так. Вот. Вот. Ну, и как, в качестве сопутствующих моментов, да, это, я бы сказал, подумайте над тем, что важно, что вам интересно, подумайте над тем, что вас увлекает, подумайте над тем, чем бы вы могли быть интересны другим людям. Ну, вот, в частности, ну, вот, тем людям, с которыми вы знакомитесь. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, можно будет о чем-то говорить. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. И, конечно, необходимо для того, чтобы взаимодействовать с людьми, необходимо быть уверенным в себе, для этого нужно себя принимать. Таким, таким, значит, какой вы аноним есть. И, и, если готовы, то в этом, в этом, в этом я могу вам помочь. Ну, не только я, но и, значит, коллеги, мои коллеги, и мы готовы вам помочь. Вот. А если, если нет, если вы задаете вопрос свой просто баг из правдного любопытства, например, то здесь я рекомендую вам просто продумать, для чего вы знакомитесь и, собственно, на чем вы, на базе чего вы строите свое общение с людьми. Вот. Вот так. Да, и ради чего говорите? То есть, вот вы не знаете, что сказать? А, почему не знаете, что сказать? Просто ориентируйтесь на других людей, да? Не на себя, не на себя, а на других. Вот. А, на себя не ориентируйтесь. Почему? Потому что вы не ценный, потому что вы не значим, потому что вы себе не доверяете, да? Вот. И тут либо у вас гиперопекающие родители были, которые говорили, что ты сам не справишься, ты сам ничего не можешь и так далее. Вот. Либо, наоборот, значит, у вас был, ну, кто-то из родителей был достаточно властным, а кто-то достаточно нет. Вот. Ну. Угу. Я так думаю, что очень может быть, что это, это было, это, значит, классно была ваша мама, а папа был вот таким-то достаточно неуверенным в себе человек. Вот. Вот. Ну, конечно, может быть, всё, всё по-другому, да? Вот. А, знаете, вот это, вот это вот само понятие, да, чужие люди, оно, оно пришло не просто так, понимаете? То есть чужой человек это тот, с кем я не хочу общаться и кого я не знаю. А если вы познакомились уже с кем-то, это уже не чужой человек, понимаете? Как бы там ни было, этот человек уже не чужой. Ну, какой угодно, но не чужой. Понимаете? Поэтому, вот, мне думается, что сама формулировка с чужими людьми, она, ну, очень негативная, что ли, может быть, деструктивная. Понимаете? Потому что, это барьер ставит, ставит барьер между вами и другими людьми. А это, как раз таки, нежелательно, если вы хотите общаться. Вот, но необходимо, чтобы в общении вы ориентировались только на себя, на самого себя. И не боялись, например, выглядеть как-то глупо, не боялись, например, сказать то, что хочется сказать. Вот, и, соответственно, соответственно, тогда общение будет строиться. Не со всеми людьми, не с каждым, но с каждым человеком на самом деле и не нужно. Вот это тоже нужно понимать, что с каждым человеком общение устраивать не нужно. Общение нужно устраивать с теми, кто разделяет ваши взгляды, с теми, кто как-то вот откликается на то, что интересно вам, и так, собственно, вы и будете находить в себе тех, с кем вам будет комфортно. Но для этого нужно принять себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.